Очаровательная Анна Рассинина, ландшафтная дизайнерка, ландшафтная дизайнерка, ландитата сельскохозяйственных наук в нашей студии. Скоро можно представить доктор сельскохозяйственных наук? Ой, нет. Когда доктор? Ой, как говорят все научные сотрудники, в работе. Ну, назовем это зачаточное состояние. И роза, я еще хотел сказать, тоже здесь присутствует какая-то особенно специальная домашняя. Это такая роза, которая была домашней, но мы ее на лето высадили в сад. Как я, в общем-то, ну, нет, мы за ней прилично ухаживали, поэтому не допустили того, чтобы она, конечно, одичала, да. Но вот как бы это романтично не звучало, путь домой. Путь домой для розы. Роза, домой. Этого достаточно? Ой, если б знала роза, что ждет ее дома. Когда мы все возвращаемся с отпуска, где нам было хорошо и тепло, примерно то же самое происходит с комнатными растениями. Многие, например, выносят их на лето в сад, да, но разные растения реагируют по-разному, потому что это зависит изначально от того, к каким условиям они привыкли и как им лучше. Но вот роза такая штука, которая домой не очень хочет. Я думал, наоборот, роза это очень такое теплолюбивое растение, нежное. Как вам сказать, она, конечно, теплолюбивая, но у нас с вами помимо тепла дома зимой есть еще что? Телевизор. Телевизор, влажность, коты, что тараканы. Да, 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 короче говоря, самая главная батарея. Батарея. Батарея, которая делает воздух сухим. Сухим. И на самом деле, когда мы жужжим над ней сопрыскиватели, мы делаем там какие-то еще манипуляции, конечно, это все, ну, такой, для себя можно сказать, что я молодец, но чаще всего, конечно, недостаточно. Поэтому проблема возвращения розы домой, нужно сначала подумать, ввести ли ее домой. Как вы думаете, можно ли какую-нибудь розу оставить там? Ну, может, как под колпаком, под стеклянным. Любую розу надо оставлять под колпаком, если вдруг вы решили это сделать. Любой сорт, любой вид. Смотрите, сегодня мы с вами говорим о розе, вот в данный момент, которая тут со мной сегодня приехала. Она была комнатная, мы купили ее в обычном магазине весной, что я советую многим сделать, потому что, во-первых, это более дешевый вариант, да, и, в общем-то, роза такая, она уже в горшочке, уже цветет, мы ее немножечко подрезали, поставили в сад, и ей довольно хорошо. Потому что, если говорить, например, о сортовых садовых розах, то стоимость приличного растения начинается выше тысячи, и далеко выше тысячи. И если вы коллекционер, то, конечно, вам в садовый центр выбирать интересные сорта, интересные окраски, потому что, на самом деле, можно найти там всякое. Но если у вас из этих роз, из десятка, три за зиму уйдут, считайте, что вы крутой розовед, розовод, да, специалист. Вот, в общем-то, розы иногда продают в овощных магазинах, если вы видели, и тут одна дизайнер на нашей ландшафтной встрече говорит хорошую вещь. Я предлагаю клиентам, давайте мы возьмем эти розы, в районе 200 рублей каждая из них стоит, они у вас в спецвизу все лето прекрасно, а перезимуют или нет. Уже не так важно. Потому что, на самом деле, цена их близка к однолетнику. И, конечно, может быть, выбор стоять, ну, такой довольно разумный. Но с комнатной розой летом все будет очень хорошо. Нам с вами, к сожалению, те производители, которые их сюда привозят, не пишут происхождение этой розы, потому что розы бывают разные. Они бывают разной зимостойкости. Но, допустим, на моем опыте, на моем садовом участке, в садах клиентов некоторых, иногда эти розы зимуют. Но сказать с уверенностью никак нельзя. Роза – это такая штука, к которой не она к вам подстраивается, а, к сожалению, вы к ней. Поэтому, конечно, перезимовать что-то может, но лучший вариант все-таки попросить ее прийти к вам домой. Настя. А выкапывается она, переносится? Вот эта роза, например, сидела в контейнере. Она стояла, украшала парадный вход в лестницу, парадную лестницу на входе. Здесь вы обратите внимание, их тут 4 куста сидит внутри. Так же, как они были и в горшочке. Почему мы, покупая, видим букет? Потому что их там сидит несколько растений. И на самом деле, вот эту розу мы немножко поздновато забрали, потому что у нее уже листики… Уже маленько здесь, да? Ну, они были совсем лысые. Если бы увидели вы эту розу недельки так, сколько там уже прошло, ну, 3, наверное, чуть-чуть назад. Она уже, это уже… Это уже идеальная роза. Это уже, она вполне хороша. Она была без листьев совсем, ну, и такая была немножечко не сильно веселая. Но, тем не менее, мы ее обрезали. Если вы посмотрите, здесь можно найти вот такие вот срезы небольшие. Для чего мы это сделали? Если роза большая и разросшаяся, ей в комнатных условиях, где сухо, где довольно жарко, довольно сложно нарастить хорошую массу, потому что ее ждет паутинный клещ. Боже. Да, 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 да. Это проблема основная тех растений, которые зимой сидят в теплых условиях и при достаточной сухости воздуха. Как с ним бороться? Как с ним бороться? Мне однажды понравилась одна передача, рассказывали про розари. Я рассказывала дама, хозяйка большого сада. Она прогуливалась по саду, а с ней вместе шла ее мама. Она говорит, я там чувствую благоухание одно, и разу благоухание другое. А ее мама говорит, а я ухаживаю за этим, неделю травлю от паутинного клеща, неделю от грибных заболеваний. Вот примерно это вам на самом деле и предстоит. Потому что, конечно, роза, она прямо ждет, чтобы кто-нибудь на нее быстрее-быстрее. Поэтому у себя обязательно в запасе надо иметь акарицит, который от клещей. Акарицит. На нем будет написано, они из разных торговых марок, но всегда написано против клеща. Спрыскивается как-то. Спрыскивается как-то. И довольно обильно. Причем, прыскать нужно не только сверху, но и снизу. Потому что внизу у нее самое вкусное, там нежный-нежный лист. И, конечно, он туда цепляется гораздо быстрее. Поэтому иногда смотришь, вроде бы как она нормальная. Кажется, маленечко слегка посветлели листья. А заглянул вниз. А заглянул вниз. А там вот так вот. А визуально этих паразитов видно? Визуально их видно. Это маленькие-маленькие-маленькие паучки. Они под микроскопом. Вообще, как гости... Бояшки. Очень обояшки. У них тонкая-тонкая паутинка. Они очень мелкие, как беленькие, маленькие точечки. Их практически не видно, но по паутинке это заметно. Потом, когда вот так вот смотришь на просвет, если вы уже подзапустили это дело, она практически все вот там вот оплетает. Итак, давайте сейчас проговорим еще раз, что нужно делать с розой зимой. Нужно обязательно... Выкопать? Выкопать. Либо использовать тот же самый контейнер и вместе с контейнером занести домой. Лучше бы, конечно, листья... Отключить почву, почву менять или нет? Нет, почву можно на самом деле не менять. Почву можно сохранить, поставить так же, как она была. Желательно поставить на хорошо освещенное место. Если у вас есть, конечно, прохладный балкон, на котором не замерзает ничего, то тогда, в общем-то, можно сделать так, чтобы она стояла у вас там, без минуса, да, в температуре. Подрезать ее и регулярно осматривать. Не допускать промерзания земляного кома. И ждать весны уже прямо, начиная с октября. Увлажнять и обрабатывать от грибков и клещей. Спасибо большое, Анна Рассинина. Как всегда, с полезными советами была у нас в гостях. Далее наша программа продолжается.